так друзья начинаю запись очередного фильма но для начала убирая сократа свое лицо сейчас мы с вами снимем очередную главу аудиокниги она у меня есть книга которая называется записки зачарованных садовода так и есть ее аудио вариант он появился благодаря статьям вот этого молодого человека семенченко артема вот значит я решил изменить название аудиокниги она будет не просто железов записки а железов тире семенченко записки зачарованных садовода вот он вот он и короткая то что в одну позу он живет в Харькове и то что он позволил себе прислать мне такие данные я Артем Андреевич Семенченко 22 скоро 21 третий год увлекаюсь расселиваться благодаря ему я возвращаюсь к этой теме потому что если такие люди это качество талант журналиста вот когда можно сделать очень скучной материи очень даже не скучно и так поехали 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 вот его очередная статья вот в целом вот отсюда начнем вот отсюда вот на пути к здравому смыслу название хорошо хорошее мне понравилось на пути к здравому смыслу и так я буду говорить и говорить и говорить почему я уже не раз говорил что буду говорить о том что разговорный жанр победил в России читать больше некому почти некому почти некому поехали посадка плодовых садоводства по железу статья номер раз посадка плодовых деревьев до хум по железу порой внимательное наблюдение за тем как все устроено в природе и логические размышления могут совершить на первый взгляд простые и одновременно с этим величайшие открытия который имеет невероятную ценность для всеверного садоводства вот Семенченко это понял ученые еще не поняли иначе почему молчат этим в свое время до сих пор занимался и занимается садовод простите меня дальше за то что я читаю занимался заниматься садовод гениальный человек основоположник северного садоводства это потом в эпитафии вот это напишите его дело уже продолжать его ученики глядя на открытие железа остается лишь осознать понять и применять их и не бороться с нашими садами вот за урожай воевать с родителями грибами и даже с деревьями а жить в гармонии с садом и применяя минимум усилий получать невероятный прекрасный урожай почему железа ВК заслужит доверие стоит вспомнить о садах выращенных его методами которые насчитывали более 3-4 тысяч деревьев да был такой момент сады прекрасно росли и плодоносили много лет в условиях северного сибирского климата а деревья ломились от немыслимого урожая не было бы фотографий вот теперь я как бы делаю свою эту ставочку не было бы фотографий все это было бы сказки потому что это невозможно вот и спасибо живем век фотографий а большинство наших авторов они делают статью статью а показать свой сад им как-то в голову не приходит и доверяет мне доверяет но потом смотришь в этой статье много такого что должно привести гибель ихнего сада тогда непонятно почему они не использовали свой сад чтобы сказать не сметь не режь не перекапывай не переливай воды ну так сложилось вот и получается что приходится теперь это все ломать так вот деревья ломились от немыслимого урожая при этом его сад не требовал ни малейшего ухода кроме самого сбора урожая а также роста здравствует без единой капли химии да это вам не сорок обработок в промышленных садах но по непонятным причинам поверь сожжен недоброжелателем а у нас не любят выскочек вспомните его сорокалетних априкосов которые дают более сорока ведер урожая с одного дерева в своем возрасте о его особом труде неукровенных хасадских персиках зимующих при минус сороках и дающих прекрасно урожая даже при таких зимах и не только персики и многих других достижениях сказка не правда ли но это реально если вам этого недостаточно чтобы поверить в Олегу Сынычу посетите его канал на ютубе садоводство его сайт садсипру посетите его в фото галерею почитайте книги которые нет не переворачиваешься а наоборот устойчиво ставят все представление и понимание садоводство на ноги ну дальше он ставил две фотографии они довольно заурядные и сорта заурядные я цепляюсь за то что он сказал посетите его канал и сайт вот он сайт смотрите внимательно сейчас увидите да и вот это фото галерея я всегда говорю и причем где шутя а где и всерьез вот валидол валидол потом глядеть валидол валидол вот посмотрите сюда вот я пролистнул только последние ну лет десять это все немыслимо спасибо цифровые фотоаппараты они позволили показать всю эту красоту не просто красоту немыслимо красоту вот это лучший сад в России так сложилось я не виноват он уже не тот пятигектарный который сожгли ребята на циклах вот это полгектара но тем не менее вот это удалось сделать я почему показываю чтоб мы доверим отнеслись к тому персики видели доверим отнеслись к тому что я покажу завтра потому что послезавтра после послезавтра это будет книга аудиокнига записки бесконечная кстати половина фотографии которые видите вот так сложилось перекочевали в сотни плода питомников то есть они продают саженцы маточных садов не имеют а фотографии используют вот эти да это страшная правда я десятки у меня же тысячи фильмов я десятки посвятил этой теме можете доверять можете проверять вот это запросто наберете это самое допустим фото абрикоса амур и увидите эту фотографию одну из первых вот вот таких не увидите потому что эта фотография с моей физиономией вот вот так оно и будет горькая правда вы наберете фото серафима увидите вот эту фотографию на десятках сайтов все возвращаемся это было очередное как-то отклонение от статьи тем не менее я не виноват значит всегда посоветовал Семенченко молодой человек будущий великий как минимум как минимум автор статей книг и журналист так ну а здесь он стал тебе фотографии скорее всего придется их поменять это легко делается если сотни интернет магазинов и питомников эти фотографии мои что вы видели минуты раньше успели себе переснять это не составляет технического труда так теперь хочу поговорить с вами о посадке плодовых деревьев на холвы по железу кстати одна из причин почему этот сад существует кто-то скажет что посадки на холвы были открыты до него и будет прав но железом усовершенствовал этот метод внимание насыпая холмы насыпая ключевое слово насыпая не выкапывая холмы на нетронутую второе ключевое слово на нетронутую на нетронутые многолетний дёрн поняли подчеркиваю видите красным цветом вот это действительно по железу активно применяют этот способ в своих садах и не менее активно обучают своим методом ведения сада своих учеников друзей и людей открытых к новым знаниям смысл посадки за многолетние не тронутый дёрн внимание заключается в том что за десятки сотни лет образовалась своеобразная подземная инфраструктура ничем не уступающая нашей а иногда превосходящей её в которой за многие годы сформировались жилища для червей грибов микроорганизмов бактерий различных насекомых образовалась своеобразная аэрация вентиляция канализация и другие системы и мы не должны нарушать эту систему наша задача надстроить верхний этаж посадим холм саженец который своими корнями с легкостью войдет в готовую структуру почвы корнями только войдет ничего не нарушает при перекопке при выкопке ямы для посадки вся эта структура полностью разрушается и вынуждена строиться вновь что является непрерывным садоводственным взглядом давайте разберем тонкости посадки на холм и важность этого приема кто-то спросит откуда холмы природе чтобы получить на этот вопрос ответ на этот вопрос достаточно пойти в лес и понаблюдать за старыми деревьями которые в процессе своего роста корнями выталкивали землю наверх в основании ствола и в итоге место корневой шейки дерево оказывалось на некой высоте над землей это своеобразно в холме или может посмотреть видео железово видео уроки номер 1 посадки в лесу в саду под мой подарок от бога спасибо что вы все это изучили где гуляя по лесу и по саду он показывает и акцентирует внимание на подобные холмы и ведает много других важнейших зданий почему холмы так важны у большинства плодовых деревьев в самом поисковое место является корневая шейка и она от высокой влажности часто может сгнивать даже быстрее чем нам кажется холм позволяет корневой шейке почти всегда оставаться сухой так как вокруг основания ствола дерева не будет заставиться вода и снег самым опасным периодом при этом является переход зиме на весну когда снег растаял везде вода вот вы же поняли о чем он говорит посадка так называемый ямку для полива до сих пор становится остается преобладающей отсюда миллионы смертей за короткий период один два три максимум пять лет это про абрикосы и груши извините за следующую вставку так вот и так надо тут утащить что как-то видите как холм позволяет остался сухой поняли да не будет заставиться самым опасным при этом является переход то есть наоборот вот тут надо звучит что самым опасным является когда всех растаял везде вода то есть добавить это артём ямкой для полива так называем когда полет а то иначе люди не поймут и холм тут же вода и днем плюсовая температура ночью плюсовая как уже давно известно при замерзании вода расширяется если корневая шейка в такое время будет слишком влажной и что еще хуже будет находиться в воде то промерзая замерзая на ночь ткани дерева будут рваться из-за расширения воды в них вот и днем вода растает она ночного замерзнет и снова порвет уже поврежденные ткани и даже 1-2 раз достаточно чтобы сильно навредить дереву что будет с саженцами такая процедура произойдет множество раз думаю объяснений не требует если посадка на ровную плоскость еще может дать дереву шершаться то посадка в ямку для полива это посадка на верную смерть ну чего тут сейчас не будет хватать я еще сам-то это не читал не читал а вот это правильная посадка так и это правильная посадка значит так как будем считать что это творческая фирма понимать что раз и навсегда можете даже с этим спорить но сейчас мы с вами возьмем это надеюсь что будет добавление сделано тут принцип такой я сделал статью он над ней поработал сделал или фильм сделал свою статью я над ней поработал добавил вот как сейчас что-то добавлю вот а он потом слово переделать и будет окончательно а там можно высылать вообще эти к тому времени все наши придут и они в политическом смысле а имею ввиду разумные люди в сельское хозяйство тогда будет возможность все это печатать миллионными тиражами пока к сожалению это невозможно и тогда у нас появятся сады а я сейчас возьму и покажу вам я наберу посадка вот и здесь видите как хитро здесь есть посадка правильная а есть страшная смертельная посадка вот посмотрите стоит чуть-чуть стоит было вот посадили посадили замульчировали вот результат а те говорят а что это она у меня порвала а причину не знает это мульча дальше вот видите вот это и есть посадка пожалуй они сгниют корневой шейки нет но это не все это сейчас я вам покажу пару фотографий классические которые я приготовил для будущих для будущих будущих книг еще будут не одни фильмы еще будут учебные программы я обязан их показать вот один из этих это будущая классика видите вот раскопала женщина по моему команде посадила я говорю раскопайте всегда в таких городках избыточная влажность вот глубоко закопала все к основанию сама сгнила впечатляет меня да вот все она не успела спасти это все погибло только потому что вот так вот глубоко закопала это самое это один из вариантов два причина гибели или углубление самое основание штампа оказывается под землей или даже если не оказывается но посадка в углубление вот такое вот почти такой же эффект дает то есть гнивание но я еще не нашел те два фотографии одну показал но еще пару покажу вот мы с вами никуда не спешим это наша работа с вами вот это тоже не тот случай но вы представляете когда в двадцать втором году в фильме показывают как садить персик да еще в Сибири я посмотрел он что с ума сошел а он на полном серьезе учит там сотни тысяч просмотров вот поэтому это тоже фотографии пригодилось нам вот вот сейчас все равно покажу вот эти две фотографии это для будущих учебников хотя тут их много для будущих учебников пригодится но эти сильно явные вот вот видели посадка по железу вот ну вот вот для груш и для яблони и даже не буду комментировать так все понятно я оговорился до груш и для абрикосов самое опасное сейчас еще покажу ту фотографию вот ну покажу уже не раз ну что делать наше дело правое для многих комментировал уже большинство все знают но я рассчитываю на новичков на новичков вот это мое бесценное фото если подробнее вот эта женщина была три абрикоса константинович приезжаю ваши комбикосы гибнут один погиб а два прекрасно выглядит смотрите прекрасно вот я сказал они мертвы как так что это я сказал когда она подвела меня к третьему вот он я раскопал она часто поливала но при этом забутировала травой изглоила я сказал вот эти два тоже я там тоже раскопал потом здесь вот видите внимательно посмотрите престольный круг видели все он мертвый пожил еще год получился вот это есть то что я хотел показать итак абрикос и грушу вы видели возвращаемся туда где мы были а мы были дай бог я теперь как себе туда попаду как я теперь туда попаду нам теперь надо попасть ну теперь придется раз уж сразу так получилось что я пока нажимал одно и сейчас вот другое вот тогда я что все должен делать попытаться снова туда попасть ну вот или может быть а так как длинные фильмы у нас не любят я даже сейчас делаю перерыв назову это глава номер три а у меня книги номер два и новое название железов тире Семенченко Семенченко в данном случае выступает в качестве редактора и завтра а вот будем считать что я закруглился на данный момент я закруглился так 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 все останавливая запись а дальше потом я на этом эту статью и продолжим уже в следующий раз сегодня или завтра а ну и и